Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 427. Событие дня. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. А сначала не было так. Это 11 февраля 2017 года. Сергей Пупков пишет. Если у кого-нибудь возникнет желание, как у меня сегодня, молиться вместе с братьями утром в 4.40. То есть с нами, с нами вместе. По Москве в 0.40. Не знаю, 0.40. По скайпу дайте знать. Утренняя совместная молитва. И вот и посмотрите, где. Сегодня что записали, я постараюсь к утру выставить уже. Сергей Астахов пишет. Игнатий Тихонович, спасибо. Вопрос прочитал, что в 3 часа ночи самая сильная молитва. Ваше мнение. Я отвечаю. Он считает, что самая сильная молитва. Я на это отвечаю местами писания. У него ни одного слова нет вообще. Так ли это или нет. В 3 часа. Я пишу. Исход 27.20. И вели сыном Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый и выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Вот ответ. Во всякое время. Никаких часов нету. В 3 часа. Дальше. Псалом 33.2. Благословлю Господа во всякое время. Хвала его нему. Непрестанно в устах моих. Ну и что? Какие 3 часа? Во всякое время. Дальше. Псалом 61.9. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердце ваше. Бог нам прибежище. То есть, Бог трудится не по графику, не на обеде. Закрытый магазин. Псалом 105.3. Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Во всякое время творишь правду, во всякое время творишь милостынь, во всякое время молишься. Дальше. Псалом 118.20. Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время. Ну, в какое время? Во всякое время. Он про молитву говорит во всякое время. А тут про суды. Ефесянам 6.18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Во всякое время. И в Новом Завете говорит. Духовно молитесь. 2 Тимофея 4.2. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением. И назиданием. Я ответил. Хоть одно слово мое есть, нету. Ну, а сколько мест Писания привел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мест Писания. Конечно, они удивляются. Священники и все. Даже наш там епископ Евтихий вышел, что лучшего пропагандиста Библии нет в православии. Ну, я ничего не выдумываю. Просто знаю, открыл, показал. Дальше. Сергей. Спасибо. Елена Б. Спасибо большое за растолкование. Моя мама тоже общается со знакомыми женщинами и яговистами и берет читать их брошюры. Говорит, что они хорошие люди, так как знает их с детских лет. Но мои убеждения не помогают повлиять на ее сознание и взгляды. Прошу ее лучше читать Священное Писание, а не слушать их. Мотивация ее состоит в том, что, читая Библию, она ничего не понимает, а подруги детства растолковывают доступно и понятно. А то, что они зачастую истолковывают неверно, она не понимает, так как нет с чем сравнивать. Они уводят ее от истинной веры. Постараюсь показать ей ваше видео на эту тему. Может, вы сможете повлиять на нее, на ее мировоззрение. Я тоже, как и ваш собеседник с Украины, Житомирская область, только могу сказать, что многократно бывала в Почаевской лавре. Это Тернопольская область, и там в лавре себе и родным покупала Священное Писание. Оно-то печатается в лавре своей типографией, с самими монахами, на трех языках и разными шрифтами. Можно посоветовать этому молодому человеку купить ее в Почаевской лавре, так как это будет близко к его местности, Западная Украина. В Библию эту входит Ветхий и Новый Завет, и Псалтирь, 1371 страница плюс древние карты. Большое спасибо за видео. Я часто вас смотрю. С уважением, Алла Б. Спасибо, Господи. Там Елена написана, тут Алла, непонятно. Вот она же может быть другая какая-то женщина говорит. Я беру тут почту, не успевая обрабатывать ее. Почему? Имена прячу, потому что эти нечестицы, патриархийные, я их называю кодлы, они бросаются сразу до человека, хулиганье. Заливают такими словами, они говорят, а кто это такие? Это только один раз с вами встретилось, и невозможно даже не говорить. Сейчас исповедовательство причащается, демоны там трудятся. Наталья Че. Игнатий Тихонович, я пощусь, 10 месяцев назад покрестилась. Семья одна, а нас 5 человек. Первый серьезный мой пост был Успенский, но последние два дня не выдержала. Нажралась пельменей. Вот как хорошо. Два дня нажрала. Прости, Господи. Вот, настраиваю себя на великий пост. Могу ли я готовить на свою семью обычную еду? Для меня соблазн больше, но постараюсь не нарушать. Ну, я посмотрел ее фотографии, стоит у ней все нормально, но не видно, что она испостилась. Вполне два дня могла выдержать. Моя сестра Валентина в Воронцовке, в Киргизии там жила. Ну, и в пост у нас не едят. Ну, она там коровы держит, там сливки, все, и баптистка живет на улице. Она дала ей, говорит, баба Марфа, я вам дам вот это, вы не будете есть? Вот последняя страстная неделя, да Валя, да что я, да что я, я ж православная была, знаю. Ну, она там, что там, сыр, творог, сметану, дала все, на Пасху поедите. Потом она на Пасху говорит, Валя, я же не выдержала, в пятницу все съела. Вот тебе и вера твоя, в пятницу, когда Христос на кресте, прямо сказано, и в те будет взят жених, в те дни будут поститься. Ну, если вы Библию держите, в те дни, когда будет взят. А то одна пятница все равно сожрала. Вот и весь православная вера, это сравнивать не надо. Православие, секта, это небо и земля. Они считают Библию, а разумения-то нет никакого, что без священца нет спасения. Нет жертвенника, нет жертвы, нету. У них только воображение, это все воображение. А у нас плоть реальная, причащение реально телом и кровью Христовой. И далее. Игнатий Лапкин, если по-другому нельзя, то готовьте, как обычно в постные дни. Я ей отвечаю. Если по-другому нельзя, то готовьте, как обычно в постные дни. А их всех предупредить, что мясо и прочее молосное, то есть коромные продукты, они должны сами покупать и своей рукой положить в кастрюлю, где уже вами сготовлено постное для варки. Для варки. Для варки, да. Не искушайтесь, бойтесь Бога, а иначе будет лживое христианство. А ну-ка, просчитай вот это как. Не искушайтесь, у тебя почти как роман начинает считать. Сделай выражение это. Не искушайтесь, бойтесь Бога, а иначе будет лживое христианство. И позорное, скотское, утробное, обычное, самое распространенное лжеправославие. Сергей Козлюк. Игнатий Тихонович, дайте совет. Очень необходимо. Моя сестра и мама в серьезном конфликте. Дальше. Как мне сыну и брату быть миротворцем? Что для этого необходимо, чтобы их примирить? Значит, в одной семье и с сестрой, и с матерью, и с сестрой, и с матерью, а мать и с сестрой, непонятно. Я отвечаю. Заочно какой можно дать совет? Если они неверующие, то это невозможно. Отойдите в сторону, сберегите себя. Римлянам 12.18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, это невозможно никак. Что они там делят, непонятно. Я советую дать заочно. Какой можно дать совет? Ничего не знаю. Если бы пожил рядом, ну, несколько дней хотя бы, ну, видел это дело. Это другое. Ну, а тогда сестра и говорит, вот я такая, я работаю, как пчелка. Все у меня, и все не ладится, и вот как-то не могу, и времени не хватает, и прочее. И с мужем не ладится. Вот он такой у меня грубый. Брат слушал, слушал. А можно сестра в гости прийти? Да почему же нельзя? Можно. Ну, она вечером... А в какое время? Договорились. Ну, она рано на щеколду закрылась. Он пришел, позвонил. А она подошла, калитку открыла и идет. Говорила тебе то, другое. Ты что в самом деле? Ты что над моей душой стоишь и идет до дома? Она идет. А не видит, что пришел-то брат из церкви. А она думает, что пришел ее возлюбленный муж. До креста-то поднимаются. Сколько? О, брат мой возлюбленный! Она сразу-то из баса дискон там и... Да проходите, проходите. Да ничего, сестра. Вот он сел и... Я ничего, что писать буду? Ничего, ничего. Он сидит там, Библию открыл. И смотрит, как она работает. А она труженица-пщелка. Вот она пол моет, вымола чисто. Ушла ее нет. Он пишет. А она, кажется, чеснок убирает. Она чеснок набрала его в подол, принесла в подол. Фартук тут бросила на пол. Что она мыла, уже нету. Все в грязи. Это у нее обычное, оказывается. Так грязными ногами на это ведро поставила. Полезно, что-то она подолом засыпила, ведро прокинулось с водой-то. А он пишет. Ой, да я тут это... И он вечером ей представил, как есть. Ну вот, пожалуйста, твой распорядок дня. Вот хронометр твой. На кого ты жалуешься? Почему с мужем так разговариваешь? Златоуз, говорит, вышла замуж, превратись в камень. Ну как ты могла так допустить себя? Другой тоже жалуется. Сосед у меня невозможный. Он такой злой, неверующий. Брат слушал, слушал. А можно прийти к вам в гости? Можно. Но он пришел первым делом. Не к нему зашел, а к соседу. И говорит, у вас с соседом нормальное отношение? Да ненормальное, говорит. Ничего нельзя сделать. У меня ребятишки, у него одного возраста. И деревья растут. Его, говорит, дерево вдоль моей ограды близко растет. А мое с этой стороны. Да хоть яблоки, которые к нему падают, он их все собирает. А с его яблони ко мне падают. Ребятишки через заборы тоже собирают. Если бы договорились, которые мои бы, я говорю, давай, ты мои собираешь, а я ты. Он не говорит молчком. Все мои ягоды собирают. Эти яблоки. И которые... Ну, остальное я стал говорить. Он пришел, когда и говорит. Это он правильно говорит? Ну да. Ну да какой же ты христианин после этого. Ты бы дал свое ему. Зачем же ребятишки-то через забор ладят? Что колючую проволоку надо сделать. Ну вот и все. Маленько понаблюдают. Живешь, когда с человеком поближе. Откуда бы я знал, какой он есть? А ты бы откуда знал, какой я есть? Дальше. Исайя 57, 19. Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь. И исцелю его. Так. В 19 стихе говорит. Мир, мир дальнему и ближнему. Господь сказал, будет мир. А ему надо всеми мир. А? 20 стих. А нечестивый, как море сбалованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Его нельзя море успокоить. Ил и грязь оно выбрасывает. Это море? Это безбожье. Как то? Несчестивое. Как море. Сергей. Отвечает мне на это. С мамой у меня хорошее отношение. Ей 78 лет. У нее нет мужа. Он умер в 93. А отойти от мамы не могу. Ей нужна поддержка. Игнатий Тихонович просто очень больно и слезы наворачивается видеть эту бойбойню между родными людьми. Наверное, только и остается молиться, терпеть и ждать. Вот я им отвечаю на это. Это личная переписка. Нет личной. Я сказал ко мне, лично не пишите, что надо. У меня все это открыто. Почему? Потому что пользу люди через это получают. Но мать узнала это. Ой, ты сделал известным. Да не надо это. Известно перед Богом. Ангел знает. Все видят это. Дальше. Игнатий Лаптин. Нам постоянно пишут, спрашивают, как упорядочить утренние, вечерние и в иное время молитвы. И как это у вас? Где и когда? Как у нас молятся? Дальше. Здесь показано 43 ролика из нашей жизни в разные периоды времени и ситуации. Может быть, кому-то это может показаться нужным и полезным. При торговле в Храме Божием он превращается в вертипразбойников. Вопросы такие идут. Я здесь выставил 43. Это отдельный ролик сейчас поставленный о молитве. 43 ролика о молитве, где мы молимся. Теперь про торговлю спрашивают. Там Легойда этот, Патриарша там, журнал, Фомату, другое. На него тоже мы сделали ролик. Дальше. При торговле в Храме Божием он превращается в вертипразбойников. 11.02.2007 год. Это так ролик называть-то будет. Еще. Иван Жарковский, номер 3. Атеоретической тьмы, сектанства к истине Христовой и истинной Церкви Христа. Это название ролика. Кавычки закрыл. Правильно все сказал. Января 2016 года. К этому видео есть комментарии. Есть комментарии. Какой? Игнатий Тихонович, вы ничего не ответили вашему собеседнику. Почему? Это не мой комментарий. Это вот говорит Иван Иванович. Да. Но темы и вопросы действительно стоящие. Прошу вас ради нас всех разобрать эту тему. Это человек, с кем вы разговаривали, уважаемый проповедник. Он моложе вас. И в ваших руках обратить их к православию, одолев его доводы. Нет, мне задача такая не ставится обратить его. Засвидетельствовать. А обращать только Бог обращает. Это невозможно. Это крепость. Как ожесточившийся брат, это неприступная крепость. Никаким образом нельзя это сделать. Речь идет о тысячелетнем царстве. Уже сколько я говорил, нарисовал схему, показал, дальше уже некуда идти. Ну что я могу к этому добавить? Когда уже ни одна, ни единожды даже это все было показано. Ну вот я даже еще раз покажу. Вот, пожалуй, так это что? Это, наверное, еще даже и не одна, у меня две. Ну да. Это я даже распространял. Ну вот она идет. Вот это Христос воскрес. Вот линия прямая. Христос воскрес. Дальше. Вознесся. Это что? Начало тысячелетнего царства. Откуда известно? К евреям 2.14. Вот держи так. Здесь. Сатана скован. Вот здесь. До того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола дьяволов. 1 Иоанна 3.8. Евреям 2.14. Победил смертью своей. Расхитил сосуды его. А вот здесь последнее. Это суд Божий. Что здесь? Всеобщее воскресение праведных и грешных. Не будет, что праведных и грешных. Отставьте расти то и другое до жатвы. Плевел и пшеница. Куда точнее это? Восхищение церкви. Не за тысячу лет, а именно здесь. И здесь страшный суд. Концовка. Все. Время кончилось. Наступила вечность. Здесь доисторическая вечность. До Адама была. Здесь поисторическая вечность. Но тысячелетное старство заканчивается до 3,5 года. Это время антихриста. Время скорби. Сатана освобожден. 3,5 года. Вот прямая линия и 3,5 года одна черточка. А тут у меня знакомый был Иван Гузь. Фамилия такая. Баптист. Так он на большой простыне у тещи, наверное, выпросил. И все нарисовал. Мы на простыне на эту сели. Сколько восхищений. Сколько приходов. Сестра 5, примерно, пришествия Христа. Ну, не знаю, что это Бакмейлдер написал. Ну, да понятно, что иеретик. Он не просвещенный Духом Святым. Вот как. Это на сайте на нашем говорится. Это где написано 2 том 470 страница, открытым оком. Больше на эту тему сказать я не знаю, можно или нет. Но я-то разговариваю с сектантами, с иеретиками. И доказательства из святых отцов на них не влияет. Им нужно только по Библии. И это правильно. Но нам святые отцы лишние не будут. Я показываю. Его это не убеждает. Все. Два раза могу сказать. Но это уже не нужно. После первого-второго вразумления, говорит, отвращайся от иеретика. Ибо он говорит, грешит в будущем самоосужден. Он себе приговор подписал. Себе приговор как прокурор, как судья. Я ничего не могу сказать. Вот запомни это и все. Дальше. Он говорит. Так, не ради гордыни, а ради истины. Прошу вас сделать еще одну тему про хилиазм. Святые отцы много говорили об этом. Согласен. Все пишет правильно. Святой Григорий Богослов. Кавычки открыты. Отсюда произошли у них новое иудейство. Тысячелетнее. Ни на чем не основанное наслаждение в раю. И мнение, что мы опять восприимем почти то же и для того же употребления, что имеем теперь. Послание четвертое. Хлидонию против Аполлинария второе. У них есть и это, не знаю откуда взятое, какое-то новое иудейство. Бреднее тысячелетие. Порождение языческого упоения и заблуждения. Песнопение таинственное к себе самому. Преподобный Ефрем Сирин. Кавычки открыты. Если Христос приедет царствовать с праведными, а потом возвратится и снова приедет, как судья, то сотворит он три пришествия. Почему ни в одном писании всего не написано? Да синий невозможно. Ибо если бы пришел прежде кончины, то мир, будучи еще тленным, и праведников подверг бы тлению, и они умерли бы снова. И сам он вкусил бы с ними тление. Но это неправда. Ибо апостол говорит, лежит всем человеком едино умерете. Потом же суд. Таку продолжает и Христос едино и умре. Деревлеем 9, 27. Смерть им к тому не обладает. Рим 6, 9. Итак, одно есть воскресение праведных и неправедных. Явственно заключенное в кратком мгновении ока. Уже ли праведники после тысячелетнего царствования со Христом снова предстанут на суд? Да не будет всего. Воскресшие праведники уже не умирают, чтобы имело место третье воскресение. Здесь и далее цитаты преподобного Ефрема приводятся из его слова о покаянии. Творение Т3БМ. Да, АБМ, 94 год. С, 190 и далее. Страница 190 и далее. То есть вот он хотел, чтобы... Ну я и показал. Но на еретиков это не действует. Для них им слово Божие. Мы об этом беседовали в Новосибирске. У баптистов. Ну и что? Они приводят 4 места, больше нет. Я им привел на память 72 места Библии. Это памятная встреча была. Ее старались устроить из Академгородка. Я-то в Академгородке ученым там вел еще занятия. И у них ничего нету. Оставьте расти вместе, не выдергивайте, оставьте. Но прежде, говорит, что? Прежде выберите... И Господь-то говорит как? Свяжите, бросив огонь. А пшеницу связками, говорит, возьмите. Вот и все. У них наоборот все. За тысячу лет праздники воскресли. За тысячу лет. Я говорю, а в году 365 дней, вы ошиблись на 365 тысяч дней. О воскресении. И дальше говорить-то больше и не о чем. Ну и показать, какие наши ресурсы. Как всегда. Это вот мой мир. Я очень люблю его. Здесь вот кисти, это мой адрес. Можно заходить. Второе, что очень важно, это у нас форум. Большой форум православный. 1600 с лишним тем. И вот как раз о молитве, где говорили, вот она, я в тему в эту ставил. Молитва. Вот она. Прям на форуме, на первой. Все о молитве. Вчера о молитве что-то спрашивать вначале. И видеоканал. Ну вот видеоканал, конечно, у нас посещение небольшое. Ну так сказать. Это не как у других там есть где-то. Но 5 миллионов 307 тысяч просмотров есть. Роликов столько открывали. 6176 подписчиков. Здесь вот. Ну вот сегодня я выставлял. Сколько уже? 5 часов. Откинь-ка назад 5. Что получится? Назад-то откинуть 5 часов. Это что получится? Сейчас 6 часов 30. Ну сейчас ночью я это делал. 105 человек зашло. А события огня тоже 106. Так и понял, нет? Да. Ну вот и все. А златоуст 25. Вот новое толкование. Значит, с толкованием блаженного фефилакта 21. Но вчерашнее уже по-другому. Уже и события 330. И от эритической темы тут 545. Сутки прошли. Побольше набралось. Ну это у нас, которые люди действительно, наши клиенты. Не проходной двор. Они ругаются. У нас ничего этого нет. Это все истребляется. Ну и далее мы дополняем и наш сайт. Православный библейский сайт. И самое ценное это наши ответы вот здесь. И сейчас мы приняли за папку ЦАРЬ. Так, мы сейчас покажем, как это работает. Ctrl-A высвечиваем. Ctrl-S накопируем. Вот это надо закрыть. Мешает мне. Вот. Теперь открываем Word-овскую страницу. Ctrl-V вставляем. Ctrl-A выдвигаем. Выходим на шрифт 20, чтобы можно было записать. Все. Готово. Считаем. Вопрос 3353. 19-й том открытым оком. Если в войсках благовернейшего царя-императора, святого Николая II, были священники, то почему же так получилось, что эти воины христолюбивые, его же и расстреляли? Вот это вопрос, так вопросы. Пас своего его и расстреляло. Ответ. Согласно Писанию, все и произошло. Потому что играли с огнем, играли в войну. Никто царю не дал почитать Евангелие, в котором написано. Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Оси 87. Так как они сели в ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки. А если и даст, то чужие проглотят ее. Вот так дело обстояло перед революцией, которая освободила священников от этой адовой работы. Но ныне снова туда же лезут попы, и ждет их кровавая мясорубка. Опять же, в войсках они благословляют, танки освящают, в Чечню, везде. Куда бы ни пошли, везде все освящают. Они ничему не хотят учиться на прошлом, тем более из Библии. И помочь им ничем нельзя, как только битьем. У меня большая тема к истинному православию, книга, на нашем сайте. И там написано о войне. А я говорю, любите врагов. Я послал им туда. И кажется, чуть ли не за подписью Смирнова, священника Дмитрия, пришло. Нам этот материал не подходит. Это редкий случай, чтобы ответили. Редкий, один на сотню. Да и то не бывает. Не подходит. Хорошо. Кавычки открыты. Пожалуй, нигде в мире, разве что только в нашем Отечестве, нет числа примеров, когда израненный в боях воин брал на себя исповеднический крест священства, врачу и людские души. Солдат в атаку поднимал полковой священник. Я выдержки беру. Подвиг священника Полоцкого, пехотного полка Трофима Куцинцева во время знаменитого штурма Измаила 11 декабря 1790 года под предводительством русского архистратига Суворова структура военных священников сложилась не сразу. По замыслу Петра Великого был принят основополагающий принцип подбора кадров и комплектования корпуса военных священников, который просуществовал практически без изменений вплоть до 1917 года. Пожалуйста, это документ. Я не выдумываю ничего, что были священники там. Для сухопутных частей назначались священнослужители белого женатого духовенства, а для флота черного монашествующего в редких случаях бездетные вдовцы из белого духовенства. Старшим назначался обер-иеромонах армии. Ого, а сейчас иеросекист. В 1858 году должность обер-священника армии и флота получает наименование главного священника и наделяется правами епархиального архиерея. Священник, правами архиерея? Вот подумайте, что есть здесь из Евангелия? Хоть об одно слово. Позднее 12 июня 1890 года император Александр III утвердил положение об управлении церквами и духовенством военного ведомства. Вот это миссионеры. К этому сроку в ведомстве протоприсвитера военного и морского духовенства состояло 569 лиц духовного звания и церковного причта. Из них 106 протеереев, 337 иереев, 2 протедьякона, 55 дьяконов, 68 соломщиков. Ну что? В самый канун. Пустите их. А сказали, идите пропадать Евангелие, все твари, они пушки. Они не пошли. Не пойдут никогда. А кто они такие? Вот сейчас я решился. ГУЛАГ ждет их. В самый канун Первой мировой войны, то есть 14 августа 1914 года, в штате военно-духовного управления насчитывалось 730 священнослужителей. А с начала мобилизационных мероприятий и боевых действий их численность превысила 5000 человек. Представь, 5000 проповедников. Проповедников Молоха. Убийство. И говорить нельзя. И куда они пошли? Ну все знают, что империалистическая война, захват. Войну-то спровоцировал Николай Второй, не кто-то. Война-то им была желаемая. Она объединяет всех. Он совершенно слепой был в этом деле. А я его святым признаю, потому что он мучился. Дальше. На должность протопресвитера выбирался из числа наиболее авторитетных и заслуженных священнослужителей в сане протеерея с высшим академическим образованием. И утверждался в этой должности императором. Свои повседневные действия... Кроме церковного устава и канона в РПЦ указаниями военного министерства и управляющего морским министерством. Если апеллировать военной терминологией, то выглядела следующим образом. На вершине ее находился командующий войсками в чине генерал-лейтенанта со своим штабом. Протопресвитер и духовное управление. Это примерно сейчас епископ, где-то генерал, архиепископ, то генерал-майор, то генерал-лейтенант, патриарх, это маршал. Да, так и есть. В центре командиры подразделений старшего и младшего состава, главные священники военных округов и дивизионные благочинные. И, наконец, в самом низу рядовые бойцы, то есть полковые священники. На чьи плечи легла вся мера ответственности за религиозно-нравственное воспитание нижних чинов, укрепление в них патриотизма и преданности в долгу службы. Если бы они были евангельскими и поставили их, они бы в течение одной недели разоружили царя. Стали беседовать, чтобы сидели, записывали, Евангелие было. Вот это понятно было, и что не было бы. Ты сказал, душу отдаст за друзей своих, а не душу вытряхивать с кого-то, чтобы душа с телом рассталась. Ну, все перевернули, сатана, дьявол полностью все это буял и рухнуло все. 300 лет только в 13-м году отпраздновали династию романов. И куда все провалилось? В бездну. Церковь была слеплена, и церковь пошла туда. Так что и Ленин, этот пигмей, этот антихрист, сатана пришел. Тоже не без божьего попущения. В этом деле крайне важную роль играли полковые храмы, где в алтарях в качестве запрестольного образа хранились опаленный огнем сражений и в овеянной славой священной реликвии боевых частей, знамена. Знамена. Вот здесь у нас в Барнауле на Ленинском проспекте Никольский храм. Его отдали, когда патриарх Алексей II приезжал, и министр Грачев был военного ведомства. И вот теперь сделали его проходным двором здесь все заходят, веруют. Я зашел как-то однажды, а сразу торговля была здесь. Сейчас маленько налево там перенесли, не так. А тут мужчина стоит, стоит, папироса в руке у него дымится, в шапке, и собака рядом с ним. В храме. Вы обозрите это невозможно даже. В храме, потому что проспект. Я мужчине говорю, мамашу, а он что, его очередь, он боится из очереди выйти-то. Я вышел, папиросу-то мог потушить-то? Ой, я и забыл папиросу. Ну а собаку-то зачем ты сюда завел-то? Я думаю, никто не видит. Только я его вывел, мигом из алтаря прибежал кто-то. Вы что ему сказали? Я сказал, что в шапке-то в храме-то как стоять? Идите своих бакистов учите, не учите нам здесь. Оказывается, это все узаконено. Что он курит с собакой, стоит, это ноль внимания. Но не курит, просто зажжена папироса. Ну дальше идти некуда уже, вертеп разбойника. И оказывается, они все это наблюдают, только кого бы не оттолкнуть. А если учить его до крещения, а ну не крещеный, а его если машина задавит? Вот кто в храм зашел, рядом с целью кавалькада машины ждут, кто будет выходить, давить их, давить, чтобы до крещения не допустить. Ну явное дело, что не так рассуждают. Дальше. Постоянными прихожанами полковых храмов были офицеры, солдаты и члены их семей. То есть люди, объединенные единой военной судьбой. А кто назначал эту судьбу? Единой военной судьбой. Ни рождение свыше, никто ничего не знает. Ни полковые, ни на вершине стоящий император. В 1891 году в ведомстве протеопресвитера военного морского духовенства находилось 407 храмов, в том числе 12 соборов, 3 домовые церкви, 306 полковых, 12 крепостных, 24 госпитальных, 10 тюремных, 6 портовых, 34 преразличных военных учреждения. Представь сколько. И нигде ни слова о проповеди Евангелия, о жизни в Духе Святом. Нигде. Церковь приспособили, это одна из структур ведомства безбожьего. Содействуя в мирное время обучению солдат элементарной грамотности и закону Божию. Грамотность писать не умели, не считали, об этом не было заботы. Полковые священники проявляли в военное время немало доблести, поддерживая боевой дух войск в самые тяжелейшие мгновения боя, за что награждались боевыми орденами. Чтобы это понять, посчитайте записки канонизированного просветителя Японии Николая Касаткина. Он говорит, такого невежества нигде не видел, не знает, а на тысячу человек, может, двое там считают или нет. Евангелие ни один не знает. Это пишет, ну, это в Японии, когда была война. Это уж нельзя отрицать никак, это канонизированный человек, еще бы он врал-то. А бодряя солдат громким пением молитв, священник Тобольского пехотного полка Иов Каминский во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов первым вступил на вал вражеской батареи. Представьте, как он нес оттуда поп. Попадись ему. А Василий Шпичек в 15-м году увлек солдат в конную атаку на вражеские позиции. Ну, в конную атаку увлеченность он сидел на коне. Риза раздевалась, широкие рукава, даешь, Донбасс, и все. Если бы они кинули сейчас на Украину, эти священники, все бы. Они бы к утру закончили с этим Майданом. Так что еще в сравнении-то с ними, ну, митрополит-то, это, патриарх-то Филарет, Денисенко-то на Украине, это вообще нормально, что поехал оружие выпрашивать у Барака Обамы, у сатанистого этого. Священник Камчатского, пехотного полка Ионитий Добротворский пленил вражеского офицера, Представь, как он его хватал, как он его крутил, офицера, притворявшегося мертвым. Во время-время русско-японской войны 904-5-х годов были убиты и умерли от ран 31 священник. В 12 получили ранения и контузии, в 19 оказались в плену. Священник Алексей Аконечников, плененный и отпущенный японцами, как гражданское лицо, с риском для жизни вывез из плена и доставил русскому командованию ценную информацию разведывательного характера. Вот его отпустили японцы-то. Они-то подумали, гражданский священник, а он смотрел где и что, как. Разведывательный характер. Это я беру документы, архивные данные. За 15-й год, за отличие в боях, были награждены 639 пастырей. Точно цифра 9, не 10. Из них ордена Георгия Победоносца 4-й степени 4, по ноге на Георгиевской ленте 1, с золотыми наперстными крестами 100, орденами Анны 1-й степени с мечами 2, орденами Анны 2-й степени с мечами 170, орденами Анны 3-й степени с мечами 193, орденами Владимира 4-й степени с мечами 150. Кроме того, пожалованы мечи к имеющимися уже орденам 20 священников. Какой меч? Господь сказал. Слово Божие, они его не знают. Все. Верующий воин более неприхотлив, дисциплинирован, уравновешенный, смело смотрит смертью в глаза. Вот это быдло. Вот это уже не зазомбировано ничего. Пешки. Как самураи. Религиозность военнослужащих имеет помимо нравственного аспекта и практический смысл. Откуда я взял это? Значит, православная Русь, номер 20, 2006 год. Страница 5-й, 8-я. А дальше я привожу местописание. Так, Матфея 5-44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ривлянам 12-20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Сколько бы угля вот эти могли бы насыпать все священники в храмах, как во времена Елисея Пророка. Приходили, грабили, уходили. Он однажды навел на них этот паморок на всех войска-то и ведет их. Видимо, что-то рассказывает. Это войска идут, дивизии. Привел их. А теперь, говорит, Господи, откроем глаза. Они открыли. Посреди страны стоят. А царь-то говорит, может быть, побить их надо? Он говорит, а ты их принял? Ты что сделай, царь? Ты их накорми, перевяжи раненых, напой и отправь по-хорошему к себе. Вот Коста-Рика и получится. Такое государство есть в Южной Америке. Армию полностью распустили. Царь так и сделал. И дальше написано. И больше сирийские войска никогда не приходили. Все. И вот пусть все он будет. Вот папа отпустили, а он еще и разведательные данные принес. И откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Нет ни терпения, ни веры святых. Один ответ. Когда закончится история Земли, а может даже и конец Вселенной, Бог подведет черту для всех молитв и для всего, что любим и лелеем. Настанет час, вопросы разрешить. За что и кто убит и дерзко ранен. Не все же средства были хороши. У каждого виной был, иной был крайний. Виной был? Крайний. Крайний. Что я, крайний? Всегда люди говорят. За что, когда, зачем и почему. У каждого таких вопросов уйма. Там промысел раскроется, поймут. На пользу и несчастье в общей сумме. И будет благодарности Ягове, Творцу от твари, воскрешенной разом. О, только бы не оказаться голым в одежде белоснежной, а не грязной. Из Божьей Библии даровано познать о тех вопросах, что нам Бог предъявит. Не превратиться слева бы в козла, не фигурально только, но и в яве. А вере спросится евангельская сполна. Не по монашеству с тоталитарным духом. Душа без Иисуса окажется больна ногами, зрением, особенно же слухом. И надо ныне в вере возрастать. Не по-младенчески за неучим тянуться. Учителем избрать единственно Христа. Ни шагу никуда без Иисуса. Нам в судный день там ничего не даст. Он лишь итог подводит прожитого. Все скроется, как было без прикрас. А светится божественным востоком. История пока что ковыляет, как в старь седую, близко от потопа. Земля вот-вот и превратится в слякоть. Мое напоминание о том, лишь шепот. Лишь шепот. Все, хорошее? Хорошее. Понимаешь? Вот это стихотворение у меня, и таких 3467, и ни одной правки нет. Что-то говорить нет. Я и слова не даже сейчас с трудом разбираю, что написано здесь. И при том по тематике точно. Так, о чем речь идет? Царь, боевые попы. Я знаю, как. Давай, пиши. Царь, боевые попы. Как сейчас там будет, руку поднимешь, сдаюсь. Дальше. Вот какие мы материалы. Тебе интересно хоть считать-то? Конечно. Такие данные не найдешь так просто сходу. Я вот про конную атаку-то не представлял себе шепот. Ну, вот видишь как. Так, я в контр-ЛС. Опять начинаем мы открывать вордовский листик. Контр-ЛВ. Ну, и сейчас 20-й шрифт превратить. Все. Поехали. Вопрос 3388, 20-й том открытым оком. У нас в храме висит икона Николая II. За какие заслуги перед церковью его считают святым? Ответ. Это мне задавали вопросы по радио. Я три программы вел регулярно, еженедельно. И в университетах, в техникумах, в милиции. И кто задавал, не знаю, в писанном виде. Во всех отделах, в пяти отделах милиции в городе Барнауле вел. В городском и краевом, несколько лет подряд. За мной машина приезжала милицейская, полковники приезжали, брали. Это я еще вспомнить. Дальше. Ответ. Именно считают. А где он на самом деле, один только Бог знает. Недавно была редкая по своей объективности и наивности статья про него. А.И.Ф. Ну, А.И.Ф. Аргументы и факты. Аргументы и факты. Номер восьмой. 2007 год, страница двадцать восьмой. Это три миллиона, что ли, у нее подписчиков. Тираж. Так. Государь спас душу, но погубил империю. Николай Второй. Бездарность или святой? Ну, хороший заголовок. Да. 90 лет назад, 23 февраля 1917 года, в Петрограде началась революция, приведшая к падению династии Романовых и отречению Николая Второго. И 23 февраля, извините, 23 февраля отмещает День армии. Не случайно это? Свои видения личности государя поделился историк. Своим. Своим, да. Священник Василий Секачев. Кавычки открыты. Его воспитали очень верующим. Государь безгранично верил в русский народ. Ни в Бога, ни во Христа, в русский народ. Пьяный, матерщинник, табакур, в него он верил. И сам курил. А народ этот уже давно жил практически без Бога, только формально оставаясь православным. В начале 1917 года от Николая Второго отреклись родственники и военачальники. Все командующие фронтами и флотами, кроме адмирала Колчака. И все великие князья прислали ему вставку телеграммы, что отречение необходимо. Известие о готовности встать на сторону царя прислали только два человека. Хан Нахичеванский, мусульманин, глава дикой дивизии и генерал Федор Келлер, немец. Интересно как. Два человека остались верными, оба не русские. Государь испытал страшное... Не православные. Да. Испытал страшное потрясение и вынужден был принять роковое решение об отречении. Записал в дневнике. Кругом измена и трусость, и обман. Тогда уже отрекся и народ. Ликование на фронте было повсеместное, как на Пасху. Что отрекся. А молились до этого царя, державного? Это в любых воспоминаниях прочтете. Между тем шел Великий пост. Когда к власти пришло Временное правительство и отменили обязательные богослужения на фронте, в храмы стало ходить только 10% солдат. Армия перестала быть армией. В этих условиях он не сошел с ума, не наложил на себя руки. Он предпочел быть со своей страной до конца. Вот это положительно, что не убежал в Англию, ничего нет. А если убежал бы, гонят в одном, беги в другой. Объективность статьи в том, что знает процент, ходящий в храм. Но наивность в том, что как священник Василий Сикачев, это вы уже, не благовестник. Иначе бы он знал, что даже сегодня при наличии такой реки православной литературы и священного писания, из 300 крещеных только один что-то знает о спасении. Это я пишу, это мои слова дальше. Ходить в храм и верить по писанию, это далеко не одно и то же. То, что царь погубил Россию, это очевидно и очень зримо. А то, что он спас душу свою, это под большим вопросом, ибо невидимое ведомо только Богу. Толкли я святой Руси, а на проверку вместо Божьей царя храни ликование, когда его не сохранили и отреклись от него. Почему не было ликований при смерти Сталина, Петра Первого или Ивана Грозного? Ну, Сталина хоронили, а Евгений Тушенко пишет, сколько людей задавили, что было, как рыдали все, плакали. Неизвестие о расстреле царя народ воспринял совершенно спокойно, заслужил. По евангельским меркам царь был теплый, но не горячий и не холодный, и был извержен. А у Бога мог бы принят. Это я привожу в местописание. Великая слава следовать Господу, а быть тебе принятым от Него долгоденствие. Премудрый Соломы на 4.14. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже не подумали о том. То есть я его считаю святым, чтобы понятно было, почему я так пишу. Святым за его мучения, за расстрел, а не за жизнь. Он каялся во всем. Святость даруется не людьми и канонизаторами, а Богом и Еговой. Римлянам 6.22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Царь был в заточении, как пушки на одре смертельной болезни. И в это время он читал Библию, молился, причащался и пострадал. Царь Николай II семейством. Наказание плодскими родителями несет пользу для будущего, то тем более для Бога. От Бога, от Бога когда наказание. От Бога. Евреям 12.10. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Пересказать ли, умолчать ли нам о всех трагедиях, скатившихся на Русь, добавить уксусу к фольклору и блина, или неведение да процветает пусть. Нам следует исследовать себя, свою историю прошедшее примерить, на свой хребет, и кто на нас сидят, какие вурдалаки, упыри и звери. Да знает род, грядущий о беде, не в раз валившийся, а из подваль пришедший. Подумать есть о чем, и над душой побдеть. Предвестниками бед вначале будут шершни. Когда Израиль получил удел, изгнавши прежние народы в Ханаане, песни торжества народ тогда воспел, оставив память о кровавой бане. Да знает род грядущий, да запомнит о том, как милостив Господь их и Егова. Спасает он совсем не лук и кони, что Бог един и нет для них другого. И заповедовать из рода в род, вовек, и пересказывать о милостях владыки. Тогда не спослан будет им успех, и не ущерб в хвосте, а в голове прибыток. О том глаголы Ветхого Завета, о высшей милости рождения Иисуса. Как хором ангелов в ночи хвала воспета, волхвы как раз к пещере доберутся. Мы, чада нового, священного завета, благовестимы жертве на Голгофе. Христос грядет, о том кричат приметы. Кусают шершни, нападают блохи. Не умолчим, не скроем от потомков. Спасение душ в крови Христа причистой. За отступление наш Бог корал, припомни. Он раздает елей, а недругам вино с горчицей. 24 февраля 2007 года. Так, о чем речь идет? Про Николая Второго что-то. Давай. Так, подожди-ка. Сейчас я закрою здесь, не нащупываю никак. Так. Царь, сначала царь. Так, Николай Второй, добавь и все. Еще и все, у нас время есть. Снова. Отлично, начал сейчас более воодушевленно. Ну да, я просмотрелся. Вот так. Контр ЛС. Добираемся до бордовской странички. Ее разворачиваем. Контр В. Вставляем. Контр А. Активируем. На шрифт 20 выводим. И начинаем считать. Поехали. Вопрос 3413. 21 том открытым оком. Вот, возьмите, пожалуйста, размышления над февральской революцией. Александра Солженицына. Российской газете. За 27 февраля 2007 года. Номер 40. 4303. Со страницы 11. Всего 14 страниц текста. На следующем занятии прокомментируйте эту статью. И скажите, понимает ли Солженицын то, о чем пишет? Это студенты, видимо, мне дают газету. Я ее принес. И дальше я отвечаю. Ответ. Солженицын понимает много глубже, чем все иные. И он договаривает почти до конца о вине царя и церкви. Но не доводит до Христа, до Писания. Прочту только выдержки из указанного материала. Александр Исаевич понимает в меру, что ему открыто. Он не говорит ни о масонском заговоре, ни об участии евреев, ни о пророчествах, ни о том, что священники не просто не учили, но не привели ко Христу и к Писанию. Чтобы Библия стала главной книгой, что нужно было всем заботиться о рождении свыше и исполнении духом святым, а будет ли это катастрофа или нет, то в вопросе вечности совершенно ничего не значит. Допустим, что царь все бы сделал так, как говорит Солженицын умница. И что же? Ну устоял бы царский режим. А дальше-то что? Опять гниение, опять гордость священства, бесчисленные сгустки тьмы по монастырям. Рассматривая все дворцовые перевороты и древности, и нынешние, видим, что никому еще не удавалось обеспечить такой же режим и для своих потомков навсегда. Где Аттила, Аларих, Тамерлан, Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер, Франко? Да я это отмечаю, да. Также Валтасар, цари израильские были сметаемы, как Индира и Раджив Ганди, Кеннеди и Анвар Саддат, Саддам, Зия Ульхак и прочее. А сегодня можно добавить и другие, которые пострадали, ну знаете кого, Умамар Каддафи и прочее, Саддама Хусейна. А еще после этого, да еще, а этот в Румынии-то кто там? Чаушевскую или кто? Ну конечно, Николай. Никогда в эти 50-летия правительство не задалось создать столь противоположную агитацию в народе. Свою? Свою противоположную агитацию в народе. Разъяснение внедрения сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, не только скучным темным солдатам-крестьянам правительство через никогда не созданный пропагандный аппарат никогда не пыталось ничего разъяснить. Но даже весь офицерский корпус зачем-то оберегало девственно-невежественным государственным мышлением. И такие рыцари монархии, как Лев Тихомиров, захеревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие. И вся эта ложь, как хлопья сажи, медленно кружилась и опускалась и опускалась на народное сознание. Наслаивалась на нем вместе с темными распутинскими слухами из тех же сфер великосвете и образованности. До нынешних лет в русской миграции даже развита легитимистская аргументация, что наш благочестивый император в те дни был обставлен ничтожными людьми и изменниками. Да так. Но и не с его ли это главная вина? Кто же эти все ничтожества избрал и назначил, если не он сам? На что же потребил он 22 года своей безраздельной власти? Как же можно было с такой поразительной, последовательной слепотой на все государственные и военные посты изыскивать только худших и только ненадежных? Именно этих всех изменников избирать и возвысить? Вопросы-то стоят. Совместная серия таких назначений не может быть случайностью. За крушение корабля кто отвечает больше капитана? Люди всевозможных качеств никогда не переводятся в огромной стране. Но в иные смутные периоды лучшим закрываются пути к выдвижению. Все предварительные распоряжения столичным начальникам, все решения с самих этих дней выводились государем из отменного чувства миролюбия. Очень славного для христианина, но пагубного для правителя великой державы. Ну неужели бы Петр I допустил эту революцию или Иван Грозный? Что тут говорит? Он никакой был император-то, совершенно. Царь все надеялся, что уладится само. Все колебался и все колебался. И вдруг, почти без внешнего нажима, сам извихнулся из трехсотлетнего гнезда. Извихнулся больше, чем от него требовали и ждали. Монархия сильная система, но с монархом не слишком слабым. Быть христианином на троне? Да. Но не до забвения же деловых обязанностей. Не до слепоты же к идущему развалу. То есть невозможно христианину и быть императором. Невозможно. В русском языке есть такое слово «зацариться», значит «забыться царствуя». Парады учения, парада любимого войска и цветочные киоски для императрицы на гвардейских смотрах заслонил государю взгляд на страну. И это при лучших душевных качествах и с самыми добрыми намерениями. После первого гибельного круга послан был ему богом Столыпин. Единожды в жизни Николай остановил свой выбор не на ничтожестве, как обычно, а на великом человеке. Этот великий человек вытянул из хаоса и Россию, и династию, и царя. И этого великого человека царь не вынес рядом с собою, предал. Может быть, все предшествующие цари Романовской династии были нравственно ближе Николая II. И, конечно, Петр, топтавший народную душу и себя любивая Екатерина. Но им отпустилось за то, что они умели собою представить необъятную силу России. А кроткий, чистый, почти безупречный Николай II, пожалуй, более всего напоминал Федора Иоанновича. Не прощен тем более, чем ни по месту, ни по времени, был он кротчий и мировлюбивый. В его не царской нерешительности главный его порог для русского трона. Он все надеялся задобрить ненасытную пасть и сам загнал себя в положение, когда не стало кого назначить. В свое время царь не арестовал ни Керенского, ни Гучкова, никого из них, считая невозможным арестовать политических деятелей. Но обратно арестовать царя, добровольно отдавшего корону, чтобы только избежать смеждоусобицы, никому из них не показалось возмутительно, а всех радостно насытило. Боялись напоминать и вспомнить, что этот царь, напротив, был слишком верен этой войне на погибель России и себе. Абсолютно точно пишет. Разве царю было неизбежно отрекаться? Разве потому натрекся, что революция быстро и сильно раскатилась по стране? Наоборот, только потому она так легко и докатилась, что царь отрекся совсем внезапно для своей страны. Для всей. Для всей страны. Если сам царь подал пример мгновенной капитуляции, то как могли сопротивляться неподчиненные все другие меньшие... Не подчиниться. Не подчиниться все другие меньшие чины, особенно в провинции. В дни величайшей национальной катастрофы России церковь и не попыталась спасти, образумить страну. Духовенство, синодальная церкви, уже два столетия, как подавшиеся властной императорской длани, утеряло высшую ответственность и упустило духовное руководство народом. Масса священства затеряла духовную энергию, а дряхла. Церковь была слаба, высмеяна обществом. Священники, приниженные среди сельской пасты, пасты, может... Не случайно именно семинарии становились рассадниками атеизма и безбожия. Как не заметить, что в страдные, отречные дни императора, ни один иерарх и ни один священник православной церкви, каждодневно возносивший непременные за государя молитвы, не поспешил к нему поддержать и наставить. Но еще при этом, всем не сотряслась бы, не зинула бы в пропастью страна. Сохранилась христианство ее прежним патриархальным и богобоязненным. Одна часть христианства спивалась, другая разжигалась неправильной жаждой и дележу чужого имущества. Уже во взрослении были среди христиан те убийцы и поджигатели, которые скоро кинутся на помещичье имение. Те грабители, которые скоро будут на части делить ковры, разбирать сервизы по чашкам, стены по кирпичикам, белье и кресла по изгибам. По избам. Долгая пропаганда образованных тоже воспитывала этих дележников. Это уже не была Святая Русь. Не была. Не была Святая Русь. Дележ чужого готов был взреветь крестьянство из памяти о прежних устоях без опоминания, что все худое выпред боком и вскоре также точно могут ограбить и делить их самих и разделят. Падение крестьянства было прямым следствием падения священства. Абсолютно точно пишет. Среди крестьян множились отступники от веры. Одни пока еще молчаливые, другие уже разверзающие глотку. Именно в начале 20 века в деревенской России заслышалась небывалая хула на Бога и в Матерь Божью. По селам разыгрывалось злобное бесцельное озорство молодежи, небывалое прежде. Я еще хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли «Смута послана нам за то, что народ Бога забыл». И я думаю, что это привременное народное объяснение уже глубже всего того, что мы можем достичь и к концу 20 века самыми научными изысканиями. Бога забыл, отсюда все. И даже еще шире, при таком объяснении не приходится удивляться, что Российская революция с ее последствиями оказалась событием не российского масштаба, но открыла с собой всю историю мира 20 века. Это должно было грянуть над всем обезбожившим человечеством. Могло бы быть на то воля Божия, начать и не с России, но и у нас хватило грехов и безбожие. Очень помогло и то, что грязный цвет февраля все же оказался светлее черного злодейства коммунистов». Дальше я пишу, откуда надо смотреть причины. Считаю. «Во время жертвоприношения Ависсалом послал и призвал Ахитофела Гилаянина, советника Давидова, из его города Гило, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Ависсалома». Второй ездрит 2.23. «А иудеи, отступники, вечно производившие в нем заговоры, по какой причине и был опустошен этот город». Третье царство, 16.9. «И составил против него заговор раб его Замври, начальствовавший над половиной колесниц». Данил 5.30. «В ту же самую ночь в Алтасар, царь Халдейский, был убит». Интересно. Вот это было написано на стене, по еврейскими буквами, в Ипатийском подвале, где царя убили. Всей ночь был убит. Четвертое царство, 19.37. «И когда он поклонялся в доме Несороха, Бога своего, то Адрамелех и Шаринцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Иов 34.24. «Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места». Притча 25.3. «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Всем, кому трудно живется, всем, кого сердце так трепетно бьется в наши тяжелые дни, всем, кого очи слезами полны, в чьей истумленной груди гаснет надежда на лучшее время, всем, кому жизнь лишь тяжелое бремя, что он с трудом через силу несет, всем, кто страдая участие ждет, ласки сердечной и слова привета и не находит ответа. Я бы хотелось с любовью сказать, полно, друзья, унывать, жив еще Бог, Бог могучий и сильный, полный любовью обильной, полный участия ко всем и всегда. Не оставлял он еще никогда тех, кто искал в нем поддержки, спасения или в скорбях утешения. Тех, кто склонялся с мольбой перед ним или жажду и правды томим, счетно искал этой правды на свете. Тех, что к нему шли за лаской, как дети. Всех их с любовью зовет его глаз. О, придите ко мне, утомленные, скорби, заботами обремененными. Всех успокою я вас. Евгения Шарипанова. Это адвентистка, седьмого дня. Все на этом. Что написать нужно? Сарь Солженицын.